Девушки отдыхают Девушки отдыхают Важно, что это упрощенные модели Из того, что эти модели являются упрощенными, следуют несколько очень интересных фактов Во-первых, эти модели являются неточными То есть, из-за того, что мы, вместо того, чтобы изучать саму жизнь, изучаем какую-то ее упрощенную модель Мы что-то упустили из виду, это что-то могло иметь значение Наш результат мог оказаться неверным Это течально, это стоимость моделирования как-то колонн Зато эти модели являются вычислимыми То есть, за счет того, что у нас есть простая модель с очень небольшим количеством факторов Мы можем прямо численно взять и посчитать ее решение Чего мы в обычной жизни сделать не можем, потому что факторов слишком много Ради этого все собственно и делается И еще одно интересное следствие, которое следует из упрощения Это то, что модели являются универсальными То есть, множество жизненных ситуаций могут быть упрощены и смоделированы с помощью одной и той же модели И таким образом, модель, которую придумал какой-то чувак в Америке в 60-е годы, может пригодиться вам сегодня Собственно, это причина, почему я вам это рассказываю Потому что, если вы эти модели были бесполезны для меня и для вас, мы будем о этом говорить Давайте я вам расскажу о нескольких таких универсальных моделях Две очень простые игры Координация Вы идете по улице, вам на встречу идет человек, вы не знакомы, вы друг другу неинтересны Но вы идете друг другу на встречу, вы сейчас столкнетесь Вы не хотите сталкиваться, вы отступите в сторону Вы отступите в сторону, другой человек отступит в сторону Если вы отступите в одну сторону, вы все равно столкнетесь Очень печально Если вы отступите в разные стороны, вы разойдетесь и все будет хорошо Другая простая игра, это вариация играли урешка В этой вариации у меня есть монетка и у тебя есть монетка Мы, не показывая друг другу, выкладываем свою монетку орлом или решкой себе на ладонь А потом одновременно показываем И если мы выложили одно и то же, то есть либо два орла, либо два решки Я забираю обе монетки, свою и твою Если мы выложили разные, кто-то орла, кто-то решку Ты забираешь мою монетку Таким образом, в том и другом случае у нас есть выбор Отступить влево или отступить вправо Выложить свою монетку орлом или выложить свою монетку решкой Совокупность выборов, которые мы делаем в игре Называется стратегия Стратегия это что-то, что говорит нам, каким образом мы делаем выбор в тех условиях, которые представляет нам игра Хочу сразу оговориться, что в рамках игры нет такого понятия, как смена стратегии Если мы возьмем такую, например, жизненную ситуацию, что пара встречалась И до свадьбы он был таким милым, он носил цветы и все было так прекрасно и ароматично А после свадьбы он стал негодяем, стал ходить по другим женщинам Перестал заботиться вообще, видимо, он беспокоился только о преданной Это не является сменной стратегией Это является такой стратегией, которая говорила, что если ты еще до свадьбы не получил преданное А ты ходишь в преданное, будь милым Если ты уже получил преданное, тебе ничего не нужно, будь негодяем Так что в рамках игры понятия смена стратегии не существует Но если у нас, например, игра состоит из повторения каких-то условий То, возможно, в каждой следующей итерации мы будем использовать другую стратегию на этом уровне Но в рамках мета-игры, то есть повторения игр Например, если мы играем в эту игру и сталкиваемся много раз подряд Наша стратегия — это набор стратегий из игр более низкого порядка Но если мы берем одну игру, на каком-то уровне, неважно это уровень, одного повторения или несколько У нас есть стратегии и у других людей, играющих в эту игру, тоже есть стратегии Это приводит нас к такой штуке, как нормальная форма записи игры Эту форму можно сделать только для двух человек, потому что нам удобно рисовать такие таблички, только двумерные Мы берем в строчках, пишем стратегии, доступные первому игроку Вот в данном случае это стратегии А и В И в столбцах стратегии, доступные второму игроку Допустим, X и Y Что у нас оказывается в клеточках? В клеточках оказывается, что мы находимся в ситуации, где и стратегия первого игрока, и стратегия второго игрока детерминированы То есть мы знаем, какую стратегию использовал каждый игрок Мы знаем, какие ходы он делал, то есть что он выбирал при каждом своем выборе Таким образом, мы знаем исход игры И что мы здесь запишем? Мы здесь запишем некую количественную оценку полезности, которую каждый игрок получил в результате Поскольку у игроков у нас двое полезностей они получали отдельно, мы запишем их через запятую Первый игрок получил пять условных единиц полезности Второй игрок тоже получил пять условных единиц полезности, если они играли вот эту игру А и X Если они играли в игру B0, то каждый из них только B и Y, и каждый из них бы получил по множеству использования. Мы будем пользоваться этой нормальной формой записи игр постоянно, и сейчас давайте запишем нормальную форму тех двух игр, о которых мы сейчас говорим. Координация. Два человека, у них оба есть две стратегии — отступать вправо или отступать влево. Поскольку они не стоят в лусом культу и смотрят в разные стороны, вправо у них разные, то есть если они оба отступили вправо, они не столкнулись, получили за это по 1 единице полезности. Молодцы. Если они оба отступили влево, тоже получили по 1 единице полезности, тоже не столкнулись. С другой стороны, если они отступали в разные стороны, то они оба столкнулись, оба этим недовольны, и запишем это, как они получили камины с 1 единице полезности. Это нормальная форма записи игры в координацию. Игра «Лел решку». Это более интересная игра, потому что в зависимость от исхода либо я заберу твою монетку, либо ты заберешь моя монетку. Если я забрал твою монетку, потому что мы выложили одинаковое, моя полезность плюс один, твоя минус один. Если ты забрал мою монетку, потому что мы сделали разное, моя полезность минус один, твоя плюс один. Хорошо. Нормальная форма записи игры. Продолжаем. Что мы можем из нее сделать? Давайте на нее посмотрим внимательнее. Давайте, например, посмотрим на суммарную полезность двух игроков при каждом из фото. В игре на координацию наша суммарная полезность либо плюс два, либо минус два, в зависимости от того, столкнулись мы или нет. Это называется игра с ненулевой суммой. Правильнее было бы сказать, что это игра с непостоянной суммой, где сумма выигрышей игроков зависит от исхода игры. То есть в зависимости от того, какой исход игры произойдет, мы вместе суммарно получим разную полезность. Поскольку мы оба заинтересованы в том, чтобы получить больше полезности, то такие игры обычно стимулируют кооперацию. Мы оба хотим не столкнуться, мы думаем, как бы нам скооперироваться, чтобы не столкнуться. В игре на Орла-орешку наша суммарная полезность в ноль. То есть либо я забрал твою монетку, либо ты забрал мою, никаких новых монеток в мире не появилось. Таким образом, это игра с нулевой суммой, хотя правильнее назвать ее игра с постоянной суммой. И такие игры, где выигрыш одного игрока является проигрышным другом, а стимулируют конкуренцию. Потому что все, что выиграл я, проиграл ты. И наоборот. Хорошо. Как же ведут себя игроки в этих двух играх? Предположим, что мы повторяем игру на координацию и повторяем игру на Орла и Решку. И предположим, что в исходный момент мы находились не в равновесии. То есть почему-то один из выборов делался чаще, чем другой. Допустим, я знаю, что в этой стране принято отходить вправо при встрече. Поэтому мой оппонент, скорее всего, с вероятностью 80% отступит вправо, и с вероятностью 20% отступит влево. Что я сделаю, как рациональный игрок? Я не хочу с ним столкнуться. Я знаю, что он более вероятно отступит вправо. Значит, я сам отступлю вправо, чтобы уменьшить вероятность столкновения. Отлично, мы не столкнулись. Система получает положительную обратную связь. Ему выгодно еще чаще отступать вправо. И мне выгоднее еще чаще отступать вправо. Таким образом, повторяя эту игру снова и снова, мы перейдем к состоянию, когда он всегда отступает вправо, и я всегда отступаю вправо, и мы никогда не столкнулись. Хорошо. Что произойдет в игре Орла, Орел и Решка? Допустим, я знаю, что мой оппонент чаще выкладывает орла. Мне это знание полезно. Я хочу у него выиграть. Я тоже выложу Орла. И до тех пор, пока он не поменяет свой подход, пока он будет чаще выкладывать Орла или Решку, я всегда выкладываю Орла, потому что я знаю, что он делает это чаще. Я у него выигрываю чаще, чем наоборот. Я в выигрыше, он в проигрыше. Ему это не выгодно. Он заинтересован в том, чтобы поменять свою стратегию при следующей операции игры. Если он меняет свою стратегию, я меняю свою стратегию соответственности. То есть, если я заметил, что он теперь чаще выкладывает Решку, я тоже стал чаще выкладывать Решку. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не остановимся в точке, что он с вероятностью 50 на 50 каждый раз выбирает случайно, и я каждый раз выбираю случайно. Почему мы называем такое состояние равновесие? Вот возьмем нашу игру на координацию и отложим по одной оси доли ухода вправо от 0 до 100%. И по вертикальной оси у нас будет тогда вероятность столкновений, количество столкновений, которое у нас происходит при некотором повторении. Естественно, в точке 50 на 50 у нас максимальное количество столкновений, это максимально недугодная точка. То есть, положим, что мы находимся вот в этой красной точке в какой-то момент. То есть, мы отходим вправо с вероятностью 40% и влево с вероятностью 60%. Мы могли бы в следующий раз немного поменять эту стратегию. Отойти немного влево или отойти немного вправо. Отойдя немного вправо, по этому графику, мы окажемся выше по графику. То есть, получится, что наша вероятность столкновений увеличилась. Мы туда не пойдем. Мы пойдем туда вниз. Получится, что вот точно так же, как шарики, находясь в этих двух точках, покатятся вниз и остановятся внизу в равновесии. Точно так же и мы будем модифицироваться вот из этой точки все ближе вот сюда, в эту сторону, пока не остановимся в точке 0, где будет равновесия. Находясь исходно в этой точке, мы скатимся сюда и остановимся здесь, равновесия. Поэтому это действительно выглядит как равновесие в поле силы и тяжести. Хорошо. Что такое равновесие? Равновесие, о котором я сейчас говорю, это равновесие Нэша. Это такое состояние игры, при котором никому из игроков не выгодно менять свою стратегию. Любое изменение стратегии для него проигрыш. Поэтому рациональные игроки, находясь в равновесии Нэша, свою стратегию не меняют. Таким образом, если мы будем повторять эту игру бесконечно много раз, она всегда будет повторяться одним и тем же образом. Это так же называется решение. Например, для игры в координацию, одним из равновесий, одним из решений, является вариант, чтобы все всегда договорились отходить вправо. Хорошо. Стратегия вправо играется первым игроком 100%, вторым 0%. Первым игроком аналогично. Таким образом, мы в 100% случаев получаем вот этот результат, а эти все в 0% случаев. И мы можем записать ожидаемый результат игры. Я получу одну единицу полезности, ты получишь одну единицу полезности. Мы договорились, и благодаря этому мы выигрываем и оба получаем от этого пользы. В игре на Орла и Решку, как я уже говорил, каждая стратегия играется в равновесии с вероятностью 50%. Никому не выгодно от этого отклоняться. И получается, что каждый из возможных результатов выпадает с вероятностью 25%. Мы домножаем каждый из этих результатов на 0.25, складываем и получаем 0.0. Математическое ожидание от результата игры в Орла и Решку рациональными игроками это 0.0. Никто ничего не выиграет, никто ничего не проиграет. Хорошо. Есть множество других стандартных модельных игр, теорий игр, но, к сожалению, у меня не очень много времени, поэтому я сразу перейду к самому интересному. Это самая популярная игра, вы невероятно слышали, но на всякий случай я вам расскажу, в чем суть. Дилемма заключена. Банду из двух грабителей поймали. Они совершили множество ограблений и в какой-то раз их поймали. Они оба сидят в одиночных камерах, им обоим средство предлагает сделку. Заложи своего подельника, и мы спросим тебе срок. Таким образом, у каждого из двух заключенных есть вариант молчать или сознаться. Если они оба молчали, то следствие не смогло ничего доказать. Далой небольшой срок только за тот случай, на который вы поймали. Допустим, они получили по 7 условных единиц полезности. Давайте считать, что им дали по 3 года, а количество единиц полезности, которые они получили, это 10 в минус сколько лет им дали. То есть, чем меньше лет им дали, тем больше полезности они получили. Они получили по 3 года, то есть по 7 единиц полезности. Хорошо. Если один другого заложил, что произошло? Тот, который заложил, тот, который сотрудничал со следствием, вышел на свободу. Это его награда за то, что он сотрудничал с следствием. Тот, который сам молчал, но его заложили, оказался в очень неправильном и неудачном положении, на него повесили всех собак, он сел на 10 лет. Таким образом, полезность для одного игрока 0, для другого игрока 10. Соответственно, симметрично, не важно, кто его западывает. Если они оба заложили друг в друга, то следствие дает им небольшую поблажку за то, что они оба сотрудничали, но вообще-то они оба садятся изрядно. Оба садятся на 7 лет и получают по 3 единицы полезности. Что сделают рациональные игроки, попав в такую ситуацию? Допустим, вы игрок, который выбирает, какую строчку им наиграть. Вы можете молчать или вы можете сознаться. Ваш результат зависит от того, что играет другой игрок, который тоже может либо молчать, либо сознаться. Хорошо. Предположим, что другой игрок молчит. Тогда вы тоже можете молчать или сознаться. В этом случае вы получите либо 3 года, либо ничего. Ничего лучше, чем 3 года. Чтобы получить ничего, вам нужно сознаться. То есть, если другой игрок выбирает молчать, вам выгодно сознаться. Хорошо. Если другой игрок выбирает сознаться, что вам выгодно? Вы получите либо 10 лет, либо 7. 7 лучше, чем 10. В каком случае вы получите 7 лет вместо 10? В том случае, если вы сознаетесь. Таким образом, при любых условиях каждому из игроков выгодно сознаться. Окей, хорошо. Наше равновесие находится вот в этой точке. В 3. Но что интересно. Вообще-то мы хотели бы видеть равновесие вот в этой точке. 7-7. В более общем случае, эта стратегия называется не молчать и сознаться, а кооперироваться и придачь. И вот мы хотим, чтобы люди друг с другом кооперировались. Чтобы они получали большую суммарную полезность. Это игра с ними не просто. Тут они получили суммарно 14 единиц пользы, а тут 6, а тут 10. То есть, равновесие у нас находится в самой суммарно неэффективной точке. Эгоистичные интересы игроков ведут нас в пропасть. В самом неэффективном, что только бывает. Как же заставить игроков кооперироваться? Как заставить их вести себя более альтруистично? Один из вариантов это так называемая повторяющаяся дилемма заключена. Предположим, что вы играете в расширение этой игры, в котором партия повторяется много раз подряд. Вы играете друг против друга снова и снова. И делая выбор в следующий раз, вы знаете, как поступил с вами собеседник в предыдущий раз. Это гораздо более интересная игра. И давайте рассмотрим 3 стратегии в этой мета-игре. Назовем их условно негодяй. Это тот, кто всегда предает. Простак. Тот, кто всегда кооперируется. И мститель. Мститель кооперируется, если его ни разу не предали. После того, как его один раз предали, он всегда предает. Как эти трое играют друг против друга? Негодяй и негодяй. Они бесконечно друг другу предают и получают каждой минимальную пользу. Простак. Негодяй с простаком. Негодяй простака бесконечно предает, простак этому ему позволяет. Негодяй получает плюс 10, простак получает плюс 10. Негодяй против мстителя. Первый раз мститель ему поверил, негодяй предал. После этого мститель мстит, негодяй негодяйствует. Таким образом, они продолжают играть в череду предательств. Но на первом ходе негодяй получил небольшое преимущество. Предположим, что мы играли две игры подряд, тогда, допустим, негодяй получил 4 единицы в пользу, Мститель — это лучше, чем 3-3 для негодяя, но чем длиннее количество раз, когда мы повторяем, тем ближе вот этот вот результат будет вот этот. Хорошо. Проставки Мстителей у этих все просто, они никогда не передают первыми, поэтому они всегда дают друг другу какая-то ревность и получают последние единицы в пользу. Теперь предположим, что окружение, в котором происходит наша игра, таково. У нас есть множество людей, которые играют одну из этих стратегий, и чем полезнее была эта стратегия в прошлом, тем больше вероятности, что она будет использована в будущем. Хорошо. Что же произойдет? Как будет меняться наша популяция? О, господи. Ну ладно. Вот эта верхняя линия — это негодяи. Вот эта нижняя линия — это простаки, и вот эта средняя линия, которая потом становится верхней — это Мстители. Что происходит? Пока у нас много простаков, Мстители, которые получают на простаках огромную пользу, благоденствуют. Они получают на простаках большую выгоду. Их стратегия самая полезная — они активно размножаются. Простаки, с другой стороны, за счет того, что их бесконечно эксплуатируют, они ничем не могут ответить, вымирают. Мстители тоже вымирают, но более медленно, потому что, как мы помним по предыдущему слайду, они более эффективно способны противостоять эксплуатации. Они более эффективно способны противостоять эксплуатации. А, ну а что происходит дальше? В какой-то момент мы обнаруживаем, что простаки, в которых негодяи эксплуатировали, все вымерли, потому что их эксплуатировали. В этот момент ситуация меняется. Примерно вот в этот момент, когда простаках не осталось. Негодяям больше некого эксплуатировать. Сами с собой они играют плохо. С мстителями они играют не очень хорошо. А мстители играет с негодяями тоже плохо. Зато мстители с мстителями играют хорошо, они кооперируются, они получают на этом большую пользу. В результате ситуация меняется, и негодяи начинают выиграть, а мстители начинают размножаться и, в конце концов, захватывать всю популяцию. Интересно, что если в этой финальной точке, где у нас вся популяция является искусителями, мы вернем немного простаков обратно, которые вымерли первыми. Они там будут успешно сосуществовать, потому что в этой популяции все со всеми кооперируются. Таким образом, мы достигли своей цели, мы достигли сеттинга, в котором кооперация является стандартным результатом. Окей, хорошо. Такая итеративная дилема заключенного с популяцией, это очень популярная концепция. По ней даже проводятся турниры, то есть ученые пишут друг другу письма, предложи-ка стратегию для такой игры, и потом заставляют их играть друг по другу. Вот эти три стратегии, которые я принял в пример, негодяй, простак, мститель, это очень простые стратегии, они не являются популярными. Этот сеттинг может быть с немного разными условиями, могут быть разные веса присвоены выигрышам, вот эти 3-7-10, которые я говорил, они в достаточной степени произвольны, их можно варьировать, соответственно, изменятся результаты дрифта. Мы можем изменять количество итераций, которые происходят, потому что, если, например, наша игра состоит из одной итерации, то негодяй всегда выигрывает, потому что эта стратегия самая лучшая. Если количество итераций бесконечно большое, то негодяй оказывается, безусловно, проигрышной стратегией, как мы видели только что. Наконец, последнее, довольно интересное, это вероятность ошибки. То есть в игру можно ввести такое правило, что иногда, случайно, стратегия делает не тот ход, который предполагал. Происходит ошибка, происходит какой-то сбой. Например, для мстителя это ужасный результат, потому что если его один раз случайно предали, он никогда этого не простит, и даже простака будет бесконечно предавать. А если он в какой-то более мстительной стратегии, чем у простака играет, то это превратится в взаимная кооперация, во взаимное предательство. И способность стратегии выходить из такого порочного круга, она ценна и помогает победить в турнирах, где донует этот параметр вероятность ошибки. Какие же стратегии выигрывают в таких турнирах? Классическая модельная стратегия для игры, повторяющаяся дилемму заключенного, называется бокозол. Вы знаете эту поговорку о козово-козово-зуб. Стратегия так себя и ведет. То есть на первом ходе она всегда кооперируется, каждым следующим ходом она повторяет предыдущий ход соперника. Таким образом, с простаком она будет бесконечно кооперироваться, что хорошо, потому что в конечном счете обычно побеждают кооперирующиеся стратегии. С негодяем, как мститель, она быстро поймет, что дело плохо, и начнет отдавать в ответ на предательство. Но в то же время эта стратегия, в отличие от мстителя, не злопамятна. То есть если ее один раз предать, а потом перестать предавать, она об этом сразу же забудет. Она об этом сразу же забудет, она вернется к операции, и таким образом окажется более устойчивой к этим получаемым ошибкам. Другая стратегия, в общем-то вариация этой называется бокозол. Она позволяет одно предательство перед тем, как начинает предавать в ответ. То есть она начинает предавать в ответ только после двух предательств. В некоторых формирах она оказывалась более эффективной, чем классическая стратегия указолока. Наконец, недавно была предложена стратегия под названием Павлов. Стратегия Павлов ведет себя как собачка Павлова. То есть если мой результат был хорош, я его сохраняю. Если мой результат был плох, я его меняю. То есть если мой соперник кооперировал со мной на предыдущем поде, я делаю то же самое. Если он меня предал, я меняю свою стратегию. Эта стратегия плохо играет против негодяя, потому что негодяй ее всегда предает. Под влиянием предательства она все время меняет свою стратегию. То есть она играет предательство-кооперация, предательство-кооперация, предательство-кооперация. Не очень эффективно. Но поскольку негодяи сами не очень эффективны, с ними приходится играть резко. А вот с простаками, например, эта стратегия очень эффективна. Потому что если она случайно совершила ошибку и предала простакам, и увидела, что ей из-за этого ничего нет, она продолжает его предавать, она продолжает его эксплуатировать. И таким образом может оказаться более эффективной. Я вам говорил, что модели, о которых я вам сегодня расскажу, универсальны, применимы ко множественным ситуациям. Может, вы заметили, но те три примера, о которых я говорил, они такие взрядно высосаны из пальца и потянуты. Но на самом деле у этих игр есть совершенно недвусмысленное применение в практической жизни. Игра на координацию. Правостороннее и левостороннее движение. Нам, в общем-то, все равно по правой стороне улицы ездить или по левой. Но главное, чтобы все ездили по двой, потому что если кто-то будет пользоваться правосторонним движением, вот кто-то левосторонним, у нас будет много битвы. И даже между странами нам выгодно, чтобы страны, лежащие рядом, использовали одну и ту же концепцию, неважно какую. Поэтому, например, в 60-каком-то году Швеция перешла с левостороннего движения на правостороннее, потому что кругом Европа и все соседи пользуются таким же. Это типичный пример объединенной координации. Орел-решен. Пенальти, которые пробивают в футболе, очень точно описываются этой игрой. Грубо говоря, ты можешь ударить направо или ударить налево. Голл-кипер может прыгнуть направо или прыгнуть налево. Если ты все время бьешь вправо, Голл-кипер это знает и прыгнет вправо. Поэтому тебе выгодно рандомизировать случайным образом. И Голл-кипер выгодно рандомизировать случайным образом. Анализ больших объемов данных о финальти, пробитых в играх топового уровня, где об этом действительно беспокоятся, где вставки на стыке, показывает, что да, действительно, эта модель очень точно описывает, что же происходит в реальной жизни. Самое интересное, это дилемма запрещенного, конечно. ОПЕК, например, и другие картели, это типичный пример игры в дилемму запрещенного. Мы можем оба добыть много нефти. Это считается предательством. Но раз не будет много нефти, нефть будет дешевая, мы оба получим немного денег. Мы можем договориться добывать мало нефти и держать цены высокими. Мы получим большую прибыль в этом случае. Оба. Но если мы договорились добывать мало нефти и держать цены высокими, и я тебя предал, я добыл много нефти, и я продал много нефти по довольно высокой цене, тебе оказалось в большом плюсе. А ты оказался в минусе, потому что ты добыл мало нефти, а цены я все-таки в одиночку изрядно опустил на рынок. Собственно, это и происходит в ОПЕК, когда на Ближнем Востоке мир, когда никому срочно не нужны деньги, ОПЕК кооперируется друг с другом, сокращает добычу и держит высокие цены. Как только на Ближнем Востоке война, деньги нужны срочно, они начинают предавать друг друга, цены падают, добыча увеличивается. Другой интересный пример повторяющейся дилеммы заключенного, это эволюционная значимость альтруизма. Вообще-то каждому из нас лично не выгодно быть альтруистом, но выгодно бесконечно друг друга предавать и получать корыстную выгоду для себя. Но нам как виду выгодно, чтобы среди нас были альтруисты, чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы мы были более устойчивы к каким-то внешним факторам. И, как видите, благодаря существованию этого механизма, повторяющейся дилеммы заключенного, мы привели к тому, что среди нас есть вообще такое понятие, как альтруизм, есть альтруистичные поступки, есть очень популярные лекции, которые вы посещаете совершенно бесплатно. И таким образом это действительно работает. Этот механизм повторяющейся дилеммы заключенного приводит к тому, что альтруизм существует. Я еще хотел бы поднять отдельный вопрос об этике. Люди, которые слышат подобные концепции, часто думают, ну, стратегии какие-то. Как можно вообще применять стратегии в человеческих отношениях? Как можно применять стратегии в реальной жизни? Это неэтично. Тот, кто применяет теорию игр, тот, кто рационально делает свой выбор, он делает это утилитарно. В общем-то, он плохой парич. Такая вот концепция. У меня это вызывает вот примерно такую реакцию, как слева, или такую реакцию, как справа, в зависимости от настроения. Теория игр — это просто инструмент. И вот когда мы записываем вот эту нормальную форму записи игры и выставляем вот эти условные цифры, эти пользы, 5 единиц пользы, 3 единицы пользы, мы сами решаем, что это за польза для нас. Если мы выставляем туда нашу эгоистичную пользу, то есть насколько длинная у меня будет машина и насколько тяжелый у меня будет счет в банке, мы становимся более эффективными эгоистами благодаря теории. Но если мы вписываем в эти же цифры нашу помощь ближним, наше сострадание, наше желание сделать мир лучше, если мы следуем этим ценностям, пользуясь инструментариям теории игр, то есть теории игр делает нас более эффективным альтруистом. Таким образом, я хочу сказать, что ценности и инструменты — совершенно ортогональные понятия, которые друг с другом никак не соответствуют. Спасибо вам за внимание. Убирайте хорошо, играйте национально и помните о своих ценностях. Сейчас можно задать вопрос. Да, пожалуйста. А Е, которая рандом? Да, конечно. В любой игре можно играть в стратегию, выбирая случайным образом. Например, для игры «Арел и Вешка» — это хорошая стратегия. Нет-нет-нет. В заключенном. Там дилемма заключена. Е — это как то, как рандом. Ее обычно включают в соревнования как мальчика для детей. То есть она очень плохая, она всем проигрывает, но почему бы ее не использовать? Ее действительно включают в качестве мальчика для детей, как какой-то такой треш-хоут, потому что если твоя стратегия играет хуже рандомной, она очень плоха. Ну, кажется, больше нет вопросов. Мы с вами говорили много времени, но нет, есть. А какая стратегия более выгодна в «Орел и Вешка»? Это рандомизированная или кооперация? Ну, когда нулевая или рандомизированная? «Орел и Вешка» — это игра с нулевой суммой. Она стимулирует конкуренцию. То есть все, что я выиграл, я выиграл у тебя. То есть весь мой выигрыш является твоим коебушем. В этой игру нельзя кооперироваться. В том-то и дело. Есть такой совет, и больше из области менеджера, что берегитесь игр с нулевой суммой. То есть если вы думаете войти в какое-то взаимодействие, и вы видите, что это взаимодействие будет игрой с нулевой суммой, ваш соперник будет вам очень сильно сопротивляться. Изо всех сил. Потому что все, что вы выиграете, он проиграет. И на эту игру даже, если вы выиграете, вы затратите очень много сил. Поэтому рекомендуется таких игр избегать. Если вы уже в такую игру попали, то кооперироваться в ней нельзя. Это играж первой суммой. А какие еще... Вставайте, пожалуйста. Можете перевести какие-то примеры в жизни? Ну вот на Орел и Решку, кроме пенальти. Это реальные примеры. Нет, я сейчас не могу. А я знаю один пример классный. Ну там, в общем, суть в том, что лучше не менять тактику, как вот это у Нэша. В общем, есть такая игра, как рулетка. И там такая тема, что как пирамида, способ зарабатывать. Ну просто дилеры знают об этом, ну и те, кто у руля, и фиксят это. Фиксируют и останавливают тех людей, которые знают. Но есть такая тактика. Ставить всегда на черное или на красное, не на зеро. И с каждой новой сетом игры повышать ставку вдвое. До первого выигрыша. Эта стратегия не работает. Да, эта стратегия не работает, потому что математическое ожидание от игры рулетку отрицательное, чуть меньше нуля. Она на этом и работает. Если мы каждый раз, неважно на что мы ставим, если мы каждый раз повышаем ставку, то в этой следующей игре у нас опять мат-ожидание отрицательное. Если мы играем вот эту игру с повышающими ставками таким образом, чтобы любой выигрыш покрыл все наши предыдущие проигрыши и еще немного добавил нам навару, то результат этой мета-стратегии в том, что у нас есть маленькая вероятность проиграть все свои деньги, огромную кучу денег, очень много. А, если у нас не хватит их просто. У тебя в любом случае конечное количество денег. То есть, если ты поставишь очень-очень много денег, например, ты начнешь на ставки в одну копейку и у тебя всего 100 миллионов долларов, у тебя будет огромная вероятность выиграть, допустим, еще одну копею. Ну, работает... И очень крошечная вероятность выиграть... Так, и очень крошечная вероятность проиграть все свои 100 миллионов долларов. И мат ожидания от твоей стратегии будет отрицательным. Рулетка — это игра, в которую нельзя выиграть. Ну, статистически. Вам может случайно повезти. Интересно. Наверное, понятно. В любую игру в казино нельзя выиграть, потому что всегда бои играть в казино. Да, иначе бы в казино не осталось. Это правда. И считать карты в 21 тоже не помогает. Там выигрыш рассчитан так, чтобы... Даже идеально считая карты, ты оставался в небольшом проигрыше. Если кого-то разочаровалось. Ну, вот, играя с друзьями в покер, если вы знаете, что вы играете лучшие фли, может, выигрыш. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...